Давным-давно, когда на мальчиков надевали колпотки, а на особо невезучих еще и розовые, когда, сидя в туалете, ты представлял себе, что как будто в ракете, когда, уйдя погулять, через 9 месяцев ты катал в коляске младшего брата, а после этого старался реже гулять, на свету и вели два сказочных идиота и один нормальный человек. А вот так с виду не скажешь, да? Добрый вечер, друзья! А начать мы бы хотели с очень сказочной, доброй песеной. Для нашей команды это фестиваль «Зенебель» и «Успорей». Поэтому мы можем чувствовать себя, как будто выступаем дома. Привет! Привет! Мы, в принципе, видим сразу немой вопрос в ваших глазах, детство было у всех разное, знаете ли? Мужики, мужики, Юра, познакомились. Ребят, тема фестиваля сказка, и у меня есть сказочный номер. Ну давай. Мало кто знает, в Италии ограбили завод по производству виагры, более чем на 100 тонн. Итак, представьте, где-то в Италии. Вот это у них завод! И что у них сказочного? У меня есть еще сказочный номер. Но только ты учти, что у нас сказочная мелодия, только одна. Ну не вопрос. Давай. Пророк Моисей подрабатывал в цирке для чиновщиков тигров. Ты идиот? Я идиот. А кто? В лучших традициях идиотизма трое в лодке, не считая здравого смысла. Мы начинаем. Друзья, как думаете, какая следующая миниатюра? Дарушка, путешественница. Правильно. Следующая миниатюра – азматик дразни на аквариумных рыбах. Москва, движение на аквариумных рыбах. Хло-хло-хло. А следующая миниатюра, думаю, у меня прошедшее сказок. Так, представьте, в провинциальной больнице врач смотрит Селёновский-Казовский. Селёнович, ты прикинь, архендицит-то вырезать надо. Ну, теперь будем знать, будем знать. Дорогие друзья, часто вы видите такие пары, которые ссорятся, меряются? И так представьте, молодой человек не выдержал. Дорогой, так вкусно пахнет. А что ты готовишь? Твою мать! А может быть, колоколу? А может быть, собаку? А может! Твою мать! Ну, чё тут петли, сейчас на своём я не перебарю. Я перезвоню вам. Мужики! Ю! Слушайте, кто-нибудь из вас дозвол спирта смешал покрыться? Не, а чё так рад? Капец, блин! Голова горит, ноги замёрзнут. Я тебе пою и ёлку люблю! Да, Влада! Денис, ну чё, ты в таком сцене прям пригодишься нам. Мы для тебя и номер придумали. Садись на сцену, Вова, объявляй. И так, друзья, представьте. Мальчик здесь... Мальчик здесь консательный. О, вы все давно поняли. Бери руки виру и немного расслабляйся. Садись на сцену. Садись на сцену. Петров! Да. Соскуна! Садись на сцену. Алло? А я ведь тебя люблю. Смол, уже всё нормально. Ну что за жизнь даже бывшей? Марья Ивановна? А? Да! Вам ведь уже сорок лет? Ну? Слушай, Маш, когда я тебя уже в ЗАГС увижу? Так, Кривошева, что за шуточки? Охренуточки, мне можно вырасту депутатом в страну. На юре-выли, на юре-выли, на юре-выли, на юре-выли, на юре-выли, на юре-выли, на юре-выли... Представьте, очень неожиданное ограбление банка. Очень, офф... Очень, дочки. Женщина, вам помочь? Себе помоги? Э! Ты с мхом на лице, женишься на ней? Нет. Тогда это ограбление всем лежать? Хотя, нет, всем стоять. Нет, всем сидеть. Женщин, можно определиться, а? Я с отцом не определил, чё ты от меня хочешь. Край – коврышки Зайка была больна, зову садой падают Хочешь, можешь меня выстроить? Коврышка! Это за что? А я просто вспомнил, какой он меня отказал Козел, да? Урод вообще! Так, ты! Деньги в мешок! А, селёдочки взлёдки туда же давай! Бросайся сюда! Так, ты! Женишься на мне? Да, господи! Ну вот, видите, материнский капитал нашла И мужа сбрала Дорогие друзья, к чему вы показали наше выступление? У нас просто надо только хромосомы больше. Спасибо.